Эффективное государственное финансовое управление и качественное бюджетное планирование – два фактора, влияющие на рост и качество уровня жизни населения. Этот факт в своем докладе подчеркнула кандидат экономических наук Амрадсужба, отмечая, что в республике формировать бюджет необходимо строго по программно-целевому методу. Внедрение данного метода бюджетного планирования расходов будет способствовать соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств, как для решения наиболее острых проблем нашего государства, а также и выравниванию экономического развития отдельных районов. Надо отметить, что еще в 2016 году в послании президента парламенту нашей страны предлагалось формирование бюджета по программно-целевому методу. Однако мы видим, что на практике это не происходит, это не позволяет реструктурировать национальную экономику, стимулировать развитие реального сектора и в целом снижает эффективность использования бюджетных средств. Сегодня для разработки программы, на наш взгляд, не существует ни правовых, ни организационных, ни каких-то научно-методических препятствий. И только такой метод планирования, программно-целевой метод планирования, он позволит направить работу исполнительной власти на достижение конкретных целевых показателей развития экономики, что позволит в дальнейшем объективно оценить их деятельность. О неутешительных выводах исследований бюджета Абхазии с 2012 года, с сожалению, говорит кандидат экономических наук Хатуна Шатипа, предоставив показатели социально-экономического развития Абхазии с 2015 по 2019 год. Исходя из них, по мнению экономистов, государственным бюджет республики назвать крайне сложно. Если это государственный бюджет, он должен быть направлен на развитие нашего государства, на развитие национальной экономики, на повышение уровня жизни, качества жизни наших граждан. Но, к сожалению, фактические показатели говорят о том, что численность населения в Абхазии за последние 5 лет, это с 2015 по 2019 годы, в среднем увеличивается на 372 человека. За 5 лет в экономике сократилось численность занятых на 89 человек. Средняя заработная плата увеличивается, есть прирост примерно в год 380 рублей. Это номинально, то есть без учета инфляции. И при этом в проекте 2021 года бюджета, имеется в виду, на содержание исполнительной власти планируется направить 47% расходов республиканского бюджета. Это 4 миллиарда 200 миллионов, тогда как собственные доходы нашего бюджета 3,2 миллиарда. Поэтому сложно утверждать, что этот бюджет является бюджетом развития или государственным бюджетом. Наряду с этим Хатуна Шатипа отмечает и существующие правовые проблемы формирования бюджета. Если это государственный бюджет, на основании каких государственных документов он разрабатывается, как это принято в мировой практике? Предыдущая, вот Амра Славовна говорила, к сожалению, программы, большой государственной программы у нас нет. Отраслевые, программа развития сельского хозяйства, национально-энергетическая система тоже нет. Программа образования, здравоохранения. Если это государственный бюджет, его уже должны разрабатывать государственные служащие. При всем уважении и к профессии, и к компетенции тех, кто сегодня этим занимается, с точки зрения права являются ли они государственными служащими? К сожалению, нет, потому что у нас не принят закон о государственной службе, который, кстати, давно находится в парламенте. О необходимости формирования бюджета по программно-целевому методу и создания госпрограмм социально-экономического развития Абхазии говорит и депутат парламента Наталья Смыр. Помимо этого, парламентарий рассказала, какие факторы повлияли на то, что главный финансовый документ Абхазии 2021 года до сих пор не принят. Почему не был принят бюджет? Я могу лично, как бы, свою точку зрения сказать, потому что я воздержалась, я не голосовала. Ну, я сейчас объясню, потому что на бюджете на 2021 год были отражены всего две программы. То отраслевые, да, вот то, что вы, Хатун Акаги, у нас сказали, это сельское хозяйство и по Минэко субсидирование процентной ставки. Я хочу сказать, в государстве, где бушевало или бушует, ну, уже более-менее так у нас спокойно, бушевала пандемия, бушевала, и вы, вы знаете, кризис, который наступил у нас энергетически, не предусмотреть эти два факта было просто нельзя. По факту того, что мы видели расходов, связанных с пандемией, то есть, да, расходы на Минздрав, это порядка 40 миллионов, это те нереальные суммы, то есть, это не отражали необходимые потребности нашего государства по легализации пандемии, да, на что парламент сказал, сделал свое четкое такое замечание. И основные две программы, по которым парламент вот очень четко отдавал, это, конечно, энергетические, и я лично высказывала свою точку зрения по несогласию с программой по поддержанию малого и среднего предпринимательства по субсидированной процентной ставке. В государстве, ну, вы вот здесь сидите, экономисты, я думаю, посчитать не очень сложно. Если мы планируем 50 миллионов субсидировать процентную ставку, то кредитов надо будет выдать порядка на полмиллиарда, то есть, порядка 400 с чем-то миллионов, ну, я округлю, до 500 миллионов. То есть, я считала, что вот это мое лично, сугубо личное мое такое видение, поэтому, в принципе, что и вылилось на сессии в то, что бюджет не принят. Несмотря на то, что бюджет Абхазии на 2021 год еще не принят, государство выполняет свои бюджетные обязательства. Это выплата зарплат, пенсии, а также пособий. Они производятся по бюджету прошлого года, который по закону может действовать 3 месяца нового года. В течение этого срока правительство вносит поправки в проект, а затем депутаты Народного собрания должны его принять. Наталья Смыра отметила, что если финансовый документ не будет принят в эти сроки, страна столкнется с определенными последствиями. Конечно, непринятие бюджета должно влечь за собой какие-то последствия. Ну, мы живем в таком очень своеобразном государстве, ну, я не знаю, какую оценку дать этой ситуации. Но факт, что непринятие его, если второй раз он будет не принят, я могу сказать, что согласно закону, будут только опираться на статьи закона, если будет не принят, то это приостановление, субсидирование, то есть это межбюджетных трансфертов. Это станет, просто мы застопорим всю работу. Я думаю, что мои коллеги, присутствующие здесь, и вообще парламент, это очень четко должен понимать. При всем, допустим, я сейчас не беру, если даже брать политический аспект, здесь в данном конкретном случае не должна работать политическая ситуация, потому что это вообще, ну, в этом случае, ну, как вам сказать, нельзя. Это такая непозволительная роскошь в нашем государстве, поэтому я считаю, что бюджет будет принят, мне так кажется. Свою точку зрения относительно бюджета Абхазии высказали и остальные участники семинара, отмечая, что его формирование в будущем, в принципе, должно только улучшить как ситуацию в экономике, так и уровень жизни граждан республики. Виола Барганджа, Торни Камичпо, Абазатовая.